Гастрольный тур заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» прошёл в Приморье впервые. Концерты донецкого коллектива, организованные Росконцертом при поддержке Министерства культуры России, очень радушно встретили жители Владивостока Артёма и Находки. Программа, которую мы привезли сегодня, мы называем «Донбасский характер», она в полной мере познакомит зрителя не только с жителями нашего региона, Донбасса, но и с его природой, с его красотой, с его славными трудовыми подвигами. Я не смогу выделить ни один номер, потому что они все самые любимые, самые красивые, все несут в себе вот какой-то запал, определённый смысл уже. Где-то это наши леса, наше Азовское море, где-то это славный труд шахтёров. Отдельную часть концертной программы ансамбля составляют русские народные произведения, демонстрирующие приверженность Донбасса русской культуре. Мы привезли лучшие номера нашего ансамбля, лучшие постановки, привезли премьеру и хотим удивить зрителя своими русскими песнями, своими русскими танцами, а также танцами, которые олицетворяют наш край. Концерт ансамбля песни и танца «Донбасс» – это яркое выступление с оточенной хореографией, звонкими голосами солистов и красочными костюмами. Артисты балета наполнили зал неповторимой энергетикой. Спасибо большое за такой тёплый приём. Мы действительно приехали сюда, и появилось такое ощущение, как будто мы приехали к себе домой. Несмотря на то, что мы находимся за столько тысяч километров от своего дома, но здесь действительно такая атмосфера тепла, радушия. Выступления донецких артистов уже состоялись более чем в 60 субъектах России. Ансамбль «Донбасс» является одним из самых востребованных коллективов, демонстрирующих высочайшее мастерство народного танца и песни. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом. Продолжение следует...